Это не доклад, а скорее такое выступление, в котором будут какие-то разные направления, и оно называется Мерас и другие, поскольку Мерас – это человек, писатель, который писал на литовском языке. Ну, во всяком случае, я думаю, что те из литовцев, которые присутствуют, знакомы с этим именем, если не с творчеством, поскольку в свое время он получал значительные литовские премии, даже ему дали орден какой-то высокий литовский. Я хочу, поскольку тема эта личная, и вообще мое выступление будет, ну, скорее каким-то таким разодранным фрагментом моих личных воспоминаний. А с Мерасом я был лично знаком и дружен, причем наше знакомство датируется, ну, для, не знаю, большинства людей, которые здесь присидят, наверное, доисторическим временем, это 1956 год, когда я, вот, будучи совсем молодым студентом, отдыхал в литовской Паланге, где на пляже познакомился с такой молодой парой, которые были немного старше меня, и Зимерас, и его жена Фрида. Тогда еще он не был совершенно никаким писателем, и, по-моему, даже проблемы писательства у него и не возникало. А он был, по-моему, электротехником, ну, или тем-то, кто занимался вот такими вполне позитивными профессиями. Но история его жизни меня совершенно потрясла. Не потому что я слышал ее в первый раз, но потому что это был, вот, мой, так сказать, человек моего возраста, с которым я подружился. Дело в том, что он, ну, был, как тогда было в Литве, ну, единственным представителем своей семьи, который остался после войны. Все его родственники были уничтожены, а он, значит, молодым мальчишкой, его взяла к себе литовская католическая семья и воспитала, значит, литовским католиком. И он до какого-то возраста, что не знал ни своего настоящего имени, не забыл свой язык, обрел литовский язык, обрел литовскую веру. Потом каким-то образом какие-то его знакомые или родственники его нашли и, в общем, как-то получили назад. И он довольно быстро, в общем, вернулся к тому состоянию, в котором он был до того, как его спасли, в то время, как все остальные члены его семьи погибли. Его жена Фрида, очень красивая девушка, а сам Изя выглядел, ну, как совершенно, как такой, ну, вот, литовец из провинции, такой крепкий, коренастый, с висячими усами. И вообще, ну, он такой совершенно, вот, и говорил по-русски с большим литовским акцентом, если вообще говорил, ну, на юрийском языке он говорил вполне свободно. И вот как-то наши беседы и так далее, это был первый раз, когда я был в Литве, ну, как-то меня, вот, открыли передо мной проблем литовцев и евреев. Вот передо мной был человек, который одновременно был совершенно коренным и таким, как теперь принято говорить, упертым литовцем. И одновременно он был совершенно еврей, так сказать, его отношение к России и к русскому, а я коренной москвич, так сказать, и, в общем, был там, как такой, ну, представитель, что ли, имперской, так сказать, нации, но его отношение к России было совершенно, ну, как в какой-то иностранной стране, вообще должен заметить вам, что это время было, вот, в отличие от того, что теперь как-то многие говорят, тогда Литва была совершенно отдельным государством. Несмотря на то, что там были советские войска, советское управление, всё советское, общество было совершенно не советское. Несмотря на то, что Литва уже перетерпела довольно значительные разрушения, там были, значит, выселения и так далее, и так далее, но народ как-то вот в целом и атмосфера были, конечно, ну, совершенно... Я как попал первый раз в жизни... Нет, не первый, но первый раз в жизни я был в Литве и был совершенно в таком другом государстве, с другими обычаями, с другими, так сказать, привычками, с другим языком, конечно, совершенно. По-русски там никто не говорил почти. Но это в моей жизни, я теперь перехожу к другой, как бы, теме. Значит, это было не первое знакомство с Прибалтикой, а второе. А первое было гораздо более продолжительным и глубоким. Дело в том, что я до этого, до 1956 года, прожил в целом, вот если брать все, так сказать, считать все, что я там провел, прожил два года в Латгалии. Именно в Латгалии. И я хочу сказать по этому поводу, что, ну, как бы вот обращаясь к еще к одной теме моего доклада, что многое в этом, значит, в моем изложении, конечно, навеяно моей долголетней дружбой и близостью с Владимиром Николаевичем Топоровым, который был из всех людей, которых я знал, самым большим любителем и знатоком всего Литовского. Всего Литовского. Он прекрасно знал литовский язык, литовскую традицию, литовский фольклор, любил все это и был, так сказать, носителем вот всей этой мудрости. И я должен сказать, что ну, многое из того, что я скажу, как-то навеяно его идеями. Я считаю, что упоминание о Владимире Николаевича ну, совершенно, как бы, уместно рядом с тем, что мы сейчас отмечаем сто лет со дня рождения Вячеслава Всеволодовича, который, конечно, был нашим общим вождем и руководителем. Но Вячеслав Всеволодович Иванов. 90. А, Альбана. Да. 90 лет, да. Извините. Ну, тут я немножко так. Меня как-то занесло. Но возвращаясь к теме вот значит, как бы моего латгальства, я считаю, что я могу об этом говорить, надо сказать, что тем, вот такая основная тема, которая звучала во многих сочинениях Владимира Николаевича, это, конечно, тема высокой судьбы. Вот у него есть книга «Энэй Человек Судьбы». Одна из самых замечательных книг вообще, которую я читал за последние много-много лет. Она была замечательной, когда я ее впервые прочел, когда она вышла, и она остается замечательной до сих пор. Причем то, что там сказано, на самом деле, это как бы сказано для какого-то нашего современного настоящего, и, конечно, для какого-то будущего, потому что говорится о том, что Энэй всегда был и оставался человеком судьбы. И это некое, так сказать, это больше и выше, чем религиозное какое-то предназначение, чем следование каким-то. Это нечто более серьезное, страшное и важное, но в плане человеческого, конечно. То есть судьба это что-то, что мы, люди, испытываем, переживаем, чувствуем и так далее. И вот эта тема судьбы, конечно, для меня очень важна и в плане, так сказать, моего знакомства с Латгалей, с Прибалткой. Дело в том, что мы здесь прослушали много докладов, в которых так или иначе докладчики пытались что-то делать со значениями, с семантикой. Вот этот глагол близок к тому глаголу, там, это значение близок к тому значению, а тот, если мы выпустим или наоборот прибавим тот, то, все будет то. На самом деле, как мне кажется, и это уже, так сказать, мое достижение в смысле вот такого термина, все мы в этом плане, когда говорим о семантике, имеем дело с тем, что можно назвать фантомными болями. Фантомными или фантомными болями. То есть мы чувствуем, что вот здесь что-то должно быть, но как-то прямо это сближение ну либо тяжело, либо как-то надо его сделать через какой-то ряд. И вот это ощущение фантомности того, что эти два слова, элемента, форманта, две конструкции близки, мы как-то вот эту фантомность, мы ее преодолеваем и как-то вот сближаем. Мне кажется, что в этом плане гораздо более ну прямо и непосредственно о близости чего-то, каких-то элементов можно говорить, если начинать не с семантики, а с фонетики, с фонологии. Со мной будут спорить и справедливо, потому что эти примеры скорее уведут нас в область так называемой народной этимологии. Добавлю в скобках, что Владимир Николаевич всегда с большим почтением относился именно к народной этимологии, параномазии и так далее, и призывал никогда не игнорировать эти вещи. Но тут опять-таки речь идет о семантике, а я хочу сказать о чистой фонетике. И тут мне хочется как бы упомянуть очень бегло про тот доклад, который мы все здесь прослушали, и в котором как бы и шла речь о Латгалии. Я услышал вас, я не знаю, так сказать, как бы это неуместно, я впервые оказался в этих местах в 1945 году. Я подозреваю, что вас тогда еще не было на свете. Вот. И конечно, первое впечатление вот такое на слух у меня было очень сильное, потому что я приехал откуда-то, где говорили совершенно иначе. Но там все говорили, как вы. вот я когда услышал вас, я услышал звуковой, так сказать, образ своего детства. Все говорили, как вы, по-русски имею в виду. Да и не только по-русски. Хотя тут у меня одно замечание будет. Во всех ваших примерах из Латгальского языка вы всегда говорили на литературном латышском языке. Всегда. Я специально слушал. Вы ни разу не сказали лабрейт, вы ни разу не сказали лабвин, ну и так далее, и так далее. Все вот такие латгальские мемы, как теперь говорят, по которым совершенно ясно можно определить, человек оттуда или нет, у вас они отсутствовали. Вы уже стали латышкой в этом смысле, понимаете? Хотя, да, хотя вы занимаетесь латгальским языком как специалист и знаете его и все, но в ваших губах уже звучит что-то другое, когда вы говорите по-латышски, понимаете? Да? Нет, я вас не обижаю, наоборот, возможно, я вас хвалю. Но, 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 вот этот вопрос о фонетическом сближении очень важен. и в этом фонетическом, так сказать, в этой фонетической близости возможно и есть это какой-то зацепка, с помощью которой можно восстановить вот то, что я назвал ощущение фантомного, так сказать, отрезанного органа, понимаете? Я хочу сказать очень, так сказать, кратко о том, что Владимир Николаевич Топоров во многом в своих исследованиях и занимался восстановлением или приведением к нам этих фантомных органов. Этих, этой фантомных, да, вспомните его работы о Галиндах, о Литве, о, там, Геттвингах и других-других, о московской Литве, о московских, так сказать, балтийских, там, о самом слое Москва, которая имеет так сказать, балтийскую этимологию, понимаете? это, что вы качаете головой? Не имеет. Это вы считаете, что не имеет? Ну, так считайте. Это, так сказать, ваше дело, и, понимаете, ваше мнение столь же того, как и миллион других. вот. Это не мое, не важно. Вы кого-то там цитируете, вы же не открыли это, понимаете? И я тоже цитирую, но я цитирую человека, с которым я, так сказать, имел честь быть близок много лет, и которому я доверяю. Вот эти, понимаете, это было восстановление тех фантомных элементов, которые, может быть, и вызывают боль для балтийских языков, народов и стран, которые у них уже давно отрезаны. Но обращение к ним дает этим народам, языкам и странам какие-то внутренние источники, так сказать, сил, внутренние источники кругозора, которые очень важны, понимаете? И этим не надо, так сказать, никак монтировать. И еще одно замечание, в этой связи, наверное, оно будет последним. Начну, я возвращаюсь к Меросу. Все его прозаические произведения, которые написаны только на литовском языке и как бы распространены в Литве посвящены одной теме. Это тема о трагической судьбе еврейского народа и евреев как таковых во время Второй мировой войны в Литве. Я не буду пересказывать здесь какие-то там сюжеты этих романов, они все могут их прочитать, и они должны быть, так сказать, довольно широко известны. Скажу только, что для Мероса главной проблемой является проблема литовца или литовцев, с которыми он, конечно, себя отождествляет, потому что он вырос как литовец, и проблема евреев, которым он тоже близок и является частью еврейского народа. И вот проблема как бы этих двух зеркал, этих двух взглядов друг на друга, которые существуют, это очень важная проблема. И тот факт, что в литовской литературе все-таки появилось это явление, эти произведения, этот факт, мне кажется, крайне многообещающим в том смысле, что таким образом литовский народ, литовское государство могут, получают какую-то возможность восстановить, залечить ту огромную рану, которая была нанесена войной, Второй мировой войной. Причем эта рана исчезновения литовского еврейства, это рана, конечно, не только для нашего, для еврейского народа, но прежде всего для литовского народа. И то, что в Литве эта тема поднята, хотя и не в полный голос, я бы сказал, это все-таки большая заслуга литовской общественности. Я хочу это отметить и поблагодарить. На этом я хочу свое, так сказать, ненаучное выступление окончить и поблагодарить всех, кто дал мне возможность это все сказать. Хочу только завершить это тем, что указать на одну тему в книге Владимира Николаевича Топорова «Человек судьбы». Вот Эней, который бежал из Трои, попал в Карфаген, 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 Картаго, и потом руководился будущим своим движением в Рим, он следовал своей судьбе. Мне кажется, что, увы, такого движения мы не наблюдаем пока, может быть, я в этом смысле невежественен, но буду рад, если это будет вот так, но мы не наблюдаем ни среди литовской культуры, ни среди латышской культуры, ни среди эстонской культуры. Правда, надо сказать, человек судьбы, как мне кажется, в этих культурах будет уже не Эней, а кто-то другой, но кто, мы не знаем, с чем он будет заниматься, как будет состоиться, в чем будет его судьба, но она явно не будет в том, чтобы вот сидеть, так сказать, они тоже должны выйти откуда-то, как вышел из своей горящей Трои Эней. Который все-таки в конце концов сохранил и память об этой Трои, и построил что-то новое. Так что вот надо быть, надо как-то слушать, что такое судьба. Спасибо. Спасибо большое за то, что эту замечательную книгу Владимира Николаевича вы вспомнили, и мне просто хотелось бы два маленьких уточнения. Владимир Николаевич эту книгу писал как исключительно личного. Там просто в предисловии сказано, что мы сейчас в таком находимся положении, вся Россия, когда непонятно, что делать. и вот это скорее доверие к судьбе. В какие бы положения не попадал Эней, важно, что он остается внутренней целью. И вот это одновременно с этим доверие к судьбе, которое как бы с нами не обращалось, в конечном итоге будет к нам благословно. Вот эту сторону мне хотелось бы подчеркнуть, чтобы она здесь была. И, конечно, очень трогательно то, что Владимир Николаевич так это лично в предисловии завершил, по-моему, этим предисловием этой книги. Напомню два словосочетания, хотя они делимы на фонемы тоже. Литовская песня, в которой говорится «Ду мою продолжили проликима эя». Два молодых братьев шли мимо судьбы. Судьба есть, она существует и она даст одно или другое. В греческом это называется «потной эписпейн» «натолкнуться на судьбу». Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров